приветствую приветствую всех бритвоманов и вообще любителей классического бритья у меня сегодня обзор как хотите обзор конечно немного немного поспешил в изготовлении но все вроде бы в общем если так в целом как говорится прошло успешно но чтобы сказать прям вот какой тот из них так вот идеал нет это тут тут нет идеала это я вам скажу сразу но то что бритвки вышли хорошо это так ну что ж начнем сразу с самого плохого момента это вот с этой бритвы сейчас я сразу все покажу это корейская береза стабилизированная клинышек из нее это ламинат ламинатный дамаск со сердечником 9х с очень-очень интересная столюга именно в работе в бритье именно вот прямо моего назначения даже когда я затачивал сейчас попробую вам не получится вот видите здесь вот это заусенчики такие только сейчас рассыпаются пока я беру вот когда я затачивал затачивал у меня заусенец со всей длины вот такой одной единственной прям полосочкой отлетал соляете не вот крошилась там мелким каким-то зерном как обычно там какие-то там блески прямо полосочкой отходит вот это заусенец вот это да это бритвки большие клин 75 процентов большие насколько я что даже не измерял ну замерю как на сайт буду вывешивать так и замерю вот они не длинные они принципе такие ближе к стандарту такие слегка коротенькие то есть для удобства это длина полотна и ширина полотна то есть универсальная она почему универсальная потому что для начинающих это удобно ловить угол что на маленькой там наверх для вы ее поймаете что на широкой там легко без всяких забот вот по ширине заточки сами смотрите и не идеально не идеально но за . на мягкую я потом покажу как она волосок рубит она его будет вообще бесшумно и может даже распускать его просто так вот настраивать длинными такими вот это второй вариант тоже корейская береза только такая черно-коричневая но он попал как черную а стоп я же не показал в чем у него минус сейчас увидим вот смотрите вот сюда немножко разошлась кузнечная сварка теперь с этой стороны смотрим вот в этом месте ямочка такая вот в рисунке чуть-чуть разошлась кузнечная сварка я его хотел уже выбрасывать потому что здесь вообще кровь видите какая штуковина то есть не проварилась вот она прям глаза режет прямо-то штуковина хотел выбрасывать но думаю если геометрию не потерял клиночек то я его все-таки соберу их на какой-нибудь там так сказать распродажи его кому-нибудь отправлюсь кому-то он понадобится такой вот тут все хорошо с этими делами не все же должно быть плохо да но это тот вариант который можно взять и бриться долго и счастливо за недорого вот и все вот так вот это у нас еще один вариант клинки из одной и той же сталюги это ламинат еще раз повторюсь и добавлю что это 9х с кованая такая синевато-красноватый такой вот ну который выходит от настрию и вот тут на бушок вот видите на волну идет это 9х с кованая этот такой вот блестящий это никель никель в пакете шаха 15 и у 10 вот и марки такие то есть ли не знал размерность конфигурации одна и та же так скользкие какие на полировал прямо не знаю так смотрим следующий вариант смотрим и не помним название древесины зато я помню что и сейчас клинышек вставил из рога лося а вот древесина а вот такая вот брутальная древесина сейчас скажу ну что ж я прочитал не с первого раза название этой данной вот такой вот интересные кстати как по мне древесины ама заку я а мазаку я о как редчайший вариант да даже по названию клинышек выглядит вот так по геометрии не показывал наверное клина 70 процентов есть такая легкая вогнутость кажется лучше показать вот и у этого клина и нельзя а вот у него будет отличительные черта это рок в клинышке у него здесь тоже чуть-чуть разошлось сварочка не ущерб геометрии вот вот где-то тут вот так вот видно вот вот смотрите до этого плоскости маникой но собрал так как инструмент очень рабочий тоже будет чуть подешевле по сравнению с этим или с этими вот но все же он будет и будет он рабочим еще и бритва из такого уже такой же древесины вот тут вот клиншек стоит из сейчас я покажу вот с такой вот это кап клёна стабилизированный чтобы слегка вот так вот он разукрасить его его захотел поставить название тоже амазаку я клинышек смотрим сейчас я покажу эту всякие клей мы ставим по обушку то есть обушки тут не царапаются ремень ничего царапать не будет тут нет этих таких вот косяков которые раньше я когда для пил там грудами бегом бегом то есть этого ничего нет и уже принципе давно такого не бывает вот тут клей мы стоят но их уже плохо видно там 16 пример номер бритвы нет тут сейчас принципе они слились они слились со всеми этим рисунком за маском во время протравы и вот эта древесина скрип ножкам из той же древесины это у нас амарант амарант по клинушку что у нас смотрим такие от меня красавушки вышли ну-ка есть может быть кремом прочитаем 15 по моему очень все что я клеймил тут все слилось а тут везде написано к буква 21 21 до 21 год к 21 а вот тут номера бритв были но я не знаю как тут их читать пока я сейчас еще здесь смотрю а нет вот 19 примеру четко просматривается тут у нас 17 просто идеально просматривается номер бритвы то что не утравилась в кислоте 11 вот примеру в общем как то так примерно как то так да можно назвать обзор завершенным ну еще давайте поговорим пару слов просто совершенно пару слов я очень часто видел свои работы в каких-то обзорах именно у людей которые занимаются критикой и мне очень познавательно очень интересно смотреть данные видео но только при том условии если человек адекватно подходит к критике к пониманию дела хотя бы пускай поверхностно потому что в глубину то есть как говорится могу смотреть только я то есть те вот мелочи в нюансы но критика должна быть адекватной вот тогда я очень к ней положительно отношусь и очень внимательно выслушиваю и правлю какие-то моменты в лучшую естественно сторону вот а есть критики которые вообще и в руках даже мои бритвы не держали но они критикуют просто по полной программе вот вы зачем этим занимаетесь это непонятно но наверное для хайпа и что я что вам обещал а чуть было не забыл я вам обещал порезать волоски давайте этим сейчас и займёмся и так я снял перчатки руки у меня конечно пока еще не отмываются потому что я в работе с рассвета до заката поэтому не бессудьте за не особо эстетичный вид чистоты рук так мне хотелось бы что все было видно как она выглядит буду очень надеяться что это будет видно бесшумно без дерганей каких-то там без дрыньканье вот этих вот просто распушил распушил обрубил хотел полемочку вам показать просто касание просто распустил и отрубил красоте незнавидно было еще раз надеюсь там видно на видео это бритвка вот зеленый оправой для чего еще это показываю потому что у меня были такие случаи когда человек берет меня в мою бритву а потом не предъявляет что она была незаточена как распускает и рубит но это будет как доказательством поэтому я писал умней если кому-то отправляю бритву и обязательно снимаю видео как она рубит волос 3 вот эта пальма сейчас будет срубанулась ладно это с черной карельской ну-ка попробуем вот так удалить чуть что-то у меня подозрение что там ничего не видно будет но я очень-очень надеюсь на то что будет видно вот волос роняется просто ух как распустился красиво ну-ка нет отлетают сейчас возьму еще один волос может это кому-то покажется скучным но вы знаете тут не очень получается прям так раз два раз два по быстренькому как вот бумажку пример ножом режут там чик-чик-чик все готово здесь это немного хлопотно это бритовка вот с этим с этой древесиной который с хитрым названием с номером не знаю посмотрим вроде 11 какой-то так где у нас тут фиксируемся на столе с надеждой что видно о сейчас пальма будет 3 4 5 6 не получается мне хочется красивую пальму показать вам она отрубается ах ты специально беру длиннее чтобы пальма вышла вот она вся взрослых таких и волос уже 4 раз доньше нет ладно с пальмами что-то у меня получается когда я без видео тут она просто вон рубит и все или распускает как-то мелкими такими этими ветками вот коснулся отлетел еще раз коснемся нет отлетел в общем ладно закон подлости это вот с древесиной как это красного цвета я уже говорил название уже не вспомню названием не слишком какие-то хитрые ну кому что она нам покажет пальмочку вроде начинание то есть не так летел только вроде начинание какое-то появляется что пальма сейчас вот вот будет ну ладно фиг с ней с пальмой как говорится я вообще сомневаюсь что что-то видно просто рубит вот как то так в общем посмотрим посмотрим что там будет на экранчике нормально все смотреться это дело думаю показал все рассказал все и постараюсь сегодня их вывести уже на сайт чтобы они были наличие и радовали глаз украшали сайт и таких вариантов больше нигде не найдете в мире все спасибо за внимание до новых может быть даже не скорых но все же новых встреч до новых встреч